Мне 30 лет, я страдаю агорофобией. Задавайте свои вопросы. Озвучено при поддержке Авиасейлс. Мне 30 лет, с 22 лет степень моей тревожности выросла до такого ужасающего уровня, что вынудила меня ограничить все контакты с обществом, кроме самых необходимых. За 4 месяца я только 2 раза выходил из дома. Спросите меня о чем-нибудь. Как у тебя появилась эта фобия? Есть ли у тебя друзья? Тебя пугает сам выход из дома или уход из принадлежащего тебе имущества? Психические заболевания, если вы генетически к ним предрасположены, обычно начинают проявляться в возрасте от 20 до 25 лет. Так было и в моем случае. Вся моя жизнь до 22 лет была вполне нормальной. У меня была куча друзей, я никогда не сидел дома и всегда веселился. Однако в 22 года на меня нахлынула эта проблема, и постепенно мне все труднее и труднее становилось находиться в социальных ситуациях. Состояние прогрессировало медленно, но все же было разрушительным, учитывая, насколько сильно оно меня ограничивало. У меня есть несколько друзей, которые очень терпеливы со мной. Это старые друзья, которых я знаю 5 лет или больше. У меня дома не может быть больше двух человек, независимо от того, насколько мне с ними комфортно. В компании слишком большого количества людей я начинаю сильно нервничать. Я боюсь всего на свете. Меня пугает одна только мысль о том, что у меня начнется мощная паническая атака из-за того, что я не нахожусь в месте, где чувствую себя в безопасности. Выходить на улицу и что-то делать в этом мире мне страшно, поэтому я остаюсь внутри. Но чувствую себя ужасно, потому что никогда не выхожу из дома и не получаю никакого жизненного опыта. Для чего ты те два раза выходил из дома? У моей мамы диабет. Ей предстояла самая рядовая операция по восстановлению кровообращения в ногах. Однако все пошло не по плану, и ей потребовалась еще одна операция. Я поехал в больницу, чтобы провести с ней несколько часов. А в начале года я обращался в социальную службу, чтобы вновь подать заявление на получение талонов на питание. К счастью, мне их снова выдали. Ты ничего не теряешь, люди говно. Похоже, ты просто встречаешься не с теми людьми. Если бы ты жил в глуши и в радиусе 50 миль от тебя не было бы других людей, кроме тебя и твоей семьи, чувствовал бы ты себя комфортно на улице? Отличный вопрос, но у меня нет на него ответа. Я не испытывал ничего подобного. Я понимаю, что такой ответ тебя разочарует, но я реально не знаю. Наверное, я все равно бы боялся змей или того, что с космической станции на землю рухнет какой-нибудь унитаз и зашибет меня. Как ты зарабатываешь? Как бы это ни было печально, но никак. Моя мать управляет комплексом домов, сдаваемых в аренду. Около двух лет назад она сжалилась и позволила мне остаться в доме, который она не могла сдать в аренду. А еще она была достаточно добра, чтобы оплачивать мои счета за интернет. У меня есть сосед, который оплачивает счета за электричество и делает все покупки, когда я даю ему талоны на питание. Я понимаю, что я влачу довольно жалкое существование, но что есть, то есть. Чем ты вообще занимаешься? Есть ли у тебя хобби или какие-то особые таланты, навыки? Почти все свое время я провожу, глядя в эту тупую светящуюся коробку, которую мы называем компьютером. Благодаря компьютеру стало доступно так много видов развлечений, игры, музыка, телевидение, фильмы, чтение, обучение. Я могу все это делать благодаря компу, так что большая часть моего времени уходит именно на комп. Что касается талантов, то когда мне было 18, пока я не превратился в шиза, я выступал диджеем в клубах рядом с местом, где я тогда жил. Ставил трансмузло. Я работал в небольшом клубе, в котором субботними вечерами собиралось 20-30 человек. С тех пор я потерял свой микшерный пульт и больше не могу использовать свои старые добрые виниловые вертушки. Поэтому занимаюсь сведением музыки в цифровом формате на своем навороченном компе. Взаимодействие в реальной жизни это не окей, а в виртуальной жизни такой как это норм. В чем эта разница, которая позволяет тебе справиться с тревогой? То, что я делаю здесь полностью в моей власти. Если появится куча троллей или идиотов, я смогу закрыть этот тред, удалить аккаунт и больше никогда сюда не заходить. Также большую роль играет анонимность в интернете. Вы все, кто общается со мной сегодня, не ощущаетесь мне реальными людьми. Я могу мысленно отгородиться ото всех просто потому, что вы все общаетесь со мной с помощью комментариев. А не сидите в моей гостиной и задаете мне вопросы. По той же причине, по которой 12-летние дети ведут себя в интернете как мудаки, я чувствую себя комфортно, общаясь со всеми вами. Вы не настоящие люди. Просто слова из интернета. Ты когда-нибудь пробовал когнитивно-поведенческую терапию? Из-за острой нехватки денег я никогда не мог позволить себе целенаправленно заняться той или иной терапией для лечения своего заболевания. Я бы с радостью это сделал, но мне неоткуда получить финансовую помощь. Так что пока мне приходится довольствоваться тем, что есть. Пожалуйста, не сочти меня бесчувственным, но тебя не угнетает твое состояние? Если что, я не разбираюсь в психических заболеваниях. И мне трудно сочувствовать тем, кто реально страдает от проблем с психическим здоровьем. Я думаю, ты знаешь, что у твоего состояния нет веских причин и что испытывать тревогу довольно глупо. Какое у тебя возникает чувство по поводу своих проблем, когда ты находишься дома и не испытываешь тревоги? Возникает ли у тебя когда-нибудь мысль типа, боже, как же это тупо? Мне кажется, будь я на твоем месте, меня бы это дико бесило. Заранее спасибо за ответ и удачи тебе. Очень сильно угнетает. Меня все время бесит, что я не могу пойти и посидеть в ресторане с друзьями или семьей и просто нормально поесть. В этом действительно нет никакого смысла. И это реально звучит тупо. Типа хочется себя просто ударить по лицу и крикнуть, проснись и иди на улицу. Однако моя проблема оказывает на меня сильное ментальное воздействие. Оно ничуть не слабее физического. Я буквально останавливаюсь и не в силах идти. Мой разум не позволяет мне сделать шаг. Я будто человек с двумя сломанными ногами, тело которого не позволяет ему подняться по лестнице. Мой разум не дает мне выйти на заправку, чтобы купить печенек. Мне это очень не нравится. И я готов отдать все, чтобы просто чувствовать себя нормально. Обычно. Не хорошо или отлично, а просто нормально. Это что, будет самый долгий трет? Задайте мне вопрос в истории. Эй, если я никогда не выхожу из дома и не отхожу от компьютера, это не значит, что я буду весь день сидеть за компом и отвечать на ваши вопросы. Эм, ну может так и будет. Ты когда-нибудь курил траву или пробовал другие вещества подобного формата? Да, курил. Примерно с 15 до 22 лет я был очень жестким юзером. Я принимал весь стандартный став. Траву, кислоту, грибы, кокос, мед и так далее. Прикол в том, что я перестал употреблять все эти вещества, когда меня накрыло вот это мое состояние. Многие отмечали тот факт, что мое чрезмерное употребление веществ могло стать катализатором моей нынешней ситуации. И это интересная мысль. Дело в том, что у меня была генетическая предрасположенность к психическим заболеваниям, а введение в мой мозг кучи разной наркоты, меняющей сознание, понятное дело, только усугубило ситуацию. Ты смотрел аниме «Добро пожаловать» в NHK? Есть ли у тебя кто-то, кто приносит тебе продукты, или ты заказываешь все через интернет? Как ты думаешь, если бы ты жил на 10 лет раньше, у тебя бы все равно развилась бы эта фобия? Ты живешь исключительно на государственные деньги? Не смотрел, я не знал, что это такое, но быстренько погуглив, я понял, что это аниме. Никогда не мог понять концепта аниме, слишком странная фигня. Я живу соседом по комнате, который делает для меня все покупки и прочее, он просто мой спаситель. Благодаря фантастическим генам, доставшимся мне от родителей, я не думаю, что можно было бы родиться с лучшим потенциалом, в какое бы то ни было время. Я родился, чтобы стать шизом. К сожалению, я не получаю даже государственных денег в качестве поддержки. Мне уже три раза отказывали в инвалидности. Может быть, когда-нибудь. На самом деле, у меня все в целом норм. Погода снова прохладная, как мне нравится. Не выношу жару. Ты сказал, что тебе становится страшно из-за того, что ты не находишься в месте, где чувствуешь себя в безопасности. Как ты определяешь понятие безопасность? Это когда тебе знакома окружающая обстановка? Что должно быть в этом месте, чтобы ты чувствовал себя в безопасности? Так или иначе, я тебя понимаю. Порой у меня возникает, возникало лишь малая часть этого чувства, и это очень некомфортно. Желаю тебе удачи, приятель. Я думаю, что в безопасности большую роль играет привычность обстановки. Я знаю свой дом и знаю, чего ожидать, когда туда прихожу. Я знаю, что там не появятся неожиданные люди, и никто не постучит в дверь и тому подобное. Это среда, которую я могу контролировать. Появление на публике полностью исключает мое чувство контроля. Поэтому я просто стараюсь, чтобы все было как можно более обыденно и ожидаемо. И тебе спасибо. Надеюсь, у тебя выдастся хороший день. Доходит ли уровень твоей тревоги до того, что ты теряешь сознание, когда выходишь из дома? Если нет, то просто выходи из дома. Раньше у меня тоже была агрофобия, панические атаки. Но это дерьмо проходит, если его перебороть. Выходишь на улицу, ловишь паничку, возвращаешься домой. То же самое повторяешь на следующий день. Через несколько недель у тебя уже будет несколько мест, которые ты сможешь посещать без страха. Кофейня, библиотека, общественный транспорт, торговый центр, а там дальше больше. Лекарства принимай только те, которые помогут тебе заснуть. Если ты из тех, кто прислушивается к биению своего сердца, перестань курить, пить кофе. Выдох делай длиннее, чем вдох. Самое страшное, чего ты боишься, схватить сердечный приступ, сойти с ума не произойдет. Всегда напоминай себе об этом. Если хочешь, напиши мне в ЛС. У меня никогда не было обмороков, и я никогда не терял сознание из-за своей проблемы. Обычно все происходит наоборот. Если меня накрывает особенно сильно, то я долго не могу уснуть. Просто невозможно уснуть. В итоге меня тупо трясет, где бы я ни находился. Психотерапевтический метод экспозиции полезная штука и может помочь при таких состояниях. Но у меня просто не хватает сил на такое. Это то же самое, как если бы человека, который боится змей, бросили в яму с ними всего на несколько минут, а потом вытащили обратно. Перспектива просто слишком ужасна, чтобы с ней смириться. Это, безусловно, слабость. Если бы я решился на такое, то мне бы потребовался тщательный контроль. Я давно отказался от кофеина. Даже после двух глотков пепси мое сердце бьется гораздо чаще обычного, отчего мне крайне некомфортно. Я не совсем поехавший, чтобы не понимать, что выход на улицу или что-то в этом роде не несет угрозы жизни. Просто у меня не хватает ментальных сил на это. Какой же ужас быть пленником собственного разума. Это одна из самых сложных и трудных вещей, которые, как мне кажется, может преодолеть человек. Примерно в том же возрасте у меня случилось то же самое. Каждый раз, когда я выходил на улицу, у меня возникало прерывистое сердцебиение. Я чувствовал, что теряю сознание и вынужден был присесть, но при этом со мной все было в полном порядке. Несмотря на то, что я был довольно спортивного телосложения, когда меня накрыло, я не мог даже выглянуть на улицу. А поскольку я из той части мира, где на такие проблемы смотрят свысока или считают их слабостями, я был предоставлен самому себе. Однако я мусульманин, и как любому мусульманину, мне предписано посещать мечеть пять раз в день. Тогда я решил, что буду это делать, несмотря ни на что. И я продолжал выходить. Сначала было трудно, очень трудно, но постепенно я видел одни и те же лица пять раз в день. И постепенно, с нетерпением ждал, когда смогу снова пойти в мечеть. По милости Аллаха, я сейчас женат, у меня есть дети, я работаю и являюсь полноценным членом общества, не принимая ни одного лекарства. Теперь я понимаю, почему ислам не одобряет аскетизм. Он требует, чтобы ты оставался полноценным, видимым, функционирующим членом общества. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео, люди, страдающие агорофобией. Расскажите свою историю, будьте здоровы и не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял, поцеловал. Пока, не тревожьтесь, зайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова